Для того, чтобы Украина получила больше поддержки, они должны показать, что меняются. Если не покажет страна, что меняется, никто не будет поддерживать. Давайте прямо скажем, ни Америка, ни Европа, ни Германия, ни Грузия, никто за украинцем не сделает дело. Самые украинцы должны сделать дело, конечно же. Украинское правительство должно, Кабмин, реально заниматься делами, ежедневно люди должны видеть, как меняется на глазах страна. В Грузии так и происходило. За первые 6 месяцев Грузия удвоила бюджет страны, к примеру. И началось все это с минусов. Еще раз хочу просто повторить. Так что надо начинать, не надо долго думать, реально надо начинать, и надо бояться ошибок. Ошибки были в Грузии тоже, те, кто делает реформы, они допускают ошибки. Из ошибок не бывает ничего, дело не делается. И плюс, я думаю, что есть практика Грузии, есть практика Европы, есть практика других стран. И надо вот эти практики хорошо использовать для того, чтобы ошибки были меньше и меньше. Однозначно, потому что сейчас очень хорошо понимают партнеры Украины. Если они будут давать деньги на ту систему, которая сегодня в стране, это значит, что они поощряют коррупцию. Они не будут из своих денег 30-40% платить в карманы каких-то чиновников, которые зарабатывают на эти деньги. Поэтому очень четко они требуют очень конкретной реформы. Это в плане борьбы против коррупции, в плане дебюрократизации, дерегуляции. Потому что сегодня в Украине очень много функций у страны. Когда коррупция в стране, когда у государства слишком много функций, они участвуют в жизни граждан Украины ежедневно в порядке, очень интенсивно. И этим забит весь организм самого государства. Поэтому нормально, невозможно функционировать. Начнется реформа в Украине, деньги будут, и помощь будет. И самое главное, у Украины есть очень огромный потенциал. Не так уж как бы зависит Украина от помощи жичей из вне. Потому что прекрасная географическая ситуация, большая страна, большой внутренний рынок. Просто нормальные реформы надо сделать, бороться против коррупции. И самое главное, государство не должен мешать бизнесу развиваться. Вот это самое главное.